Добрый день, Светлана. Виктор Олегович, здравствуйте. С приездом вас. Мне выключат номер. А, да? Секундочку. Так. А вам какой? Вау, уважайся мой. Виктор Олегович, с возвращением. Читал вашу последнюю книгу. Егор, а это кто? Голубую пустоту читал? Нет. Ну, короче, известный писатель. Уже два года оплачивает 29-й номер, а приезжает раз в полгода на пару дней. Так я его каждый день убираю. Там постоянно бардак. Потому что он занят. Кем? Сеня! Сеня, вставай. Писатель приехал сюда, понимаешься. Сеня, Сеня. Да пошел он. Я Валентине за месяц вперед заплатил уже. Икрой. Как понимаешь? Почему понимаешь? Здравствуйте, Виктор Олегович. Я шеф-повар ресторана «Виктор». Решил лично вас поприветствовать. От всего коллектива. Ну, что там от коллектива на самом деле? От всей страны. Миски вам. Поклон. Не стоит. Уборка номера. Да-да, проходите, пожалуйста. Я вам мешать не буду. Может быть, я не вовремя? Начинайте, начинайте. Нет-нет, я попозже. Сейчас сами все увидите. Виктор Олегович, здравствуйте. С приездом вас. Добрый день. Здравствуйте. Простите, Елена. Что, что? Ну, что? Мне даже приятно. Ну, как вы тут? Вы приехали, стало лучше. Вы-то как? Ну, как в поисках музы. Вот, приехал свой счастливый номер. В это место силы, место вдохновения. Есть идея нового романа. Что вы говорите? Ну, вы тогда думайте свой роман, а Дашенька придет попозже и приберется у вас. А то мы заспугнем. Ну, не будем мешать. Пойдем, девочка. Спасибо. Иди. Калаева, что ты ерепенишься? Ну, он же голый. Он в первую очередь творческий человек, гений. Мужик он красивый. Есть на что посмотреть. Как хочет, так и ходит. Пусть он пару часиков поработает, а потом пылесос в зубы и убирать. Кроме того, на следующей неделе нас ожидает внеплановая проверка, поэтому подготовьте, пожалуйста, документы. И обязательно... Я теперь звоню. Работать надо. Гомонись. Я позвонил. Павел Аркадьевич, я могу продолжить? София, взрослый человек. Решайте сами. Так, жду от вас договоры на проведение дезинфекции, на утилизацию мусора, на диротизацию. Так, о чем я? Диротизация. Ах, да, именно. Так что, с завтрашнего дня. Ваш... Так, так. Я тут подумал. Надо наш отель как-то освежить. Я сейчас захожу, смотрю, а он мрачный, серый, как ты. Я хочу, чтобы он был сочный, яркий, чтобы хотелось в него войти, как в хорватскую... Вот как этот галстук. Да, вот. Вот этот, такой цвет. Еще поставим пару телочек в перьях. Бикини красивые. Пусть встречают гостей. Павел Аркадьевич, по-моему, это через чу. Да, да. Телочки – это перебор. Так, валики, фасад и красим. Телки – это перебор. Спокойной ночи, мальчики и девочки. Маф, маф. Куда иди-то? Я не нашла. Павел, очень приятно. Давайте я вам покажу свой люкс. Это какое-то самодухство. Это не стоит нервничать. Хозяин, барин хочет красный, будет красный. Потерпите его еще полгода. Я поняла, почему вы голый. Вы хотите меня освобождить? Я согласна. Вы за кого меня принимаете? Я так работаю. Мне так удобно. Хотите, я оденусь. Черт, знаешь, что такое. Юль, это самая странная идея – раздеться, чтобы он оделся. Я вообще-то шутканула. Слушай, ну а как у него этот талант? Правда говорят, что поэтов в России больше, чем поэтов? Вообще-то он писатель. И как я теперь буду у него убираться? Быстро и постоянно оглядываюсь. Ты включи ему кондиционер на полный. Он и оденется. Точно. Спасибо. Костян, это тебе. Лично приготовил. Спасибо. Че так вдруг? Че, не могу просто так для друга антрекот приготовить? Ешь. Слушай, у тебя же три комнаты, да? Угу. Вкусно? Угу. Каждый день бы так ел. Слушай, может я у тебя перекантуюсь, а? Ну, пока этот писатель из моего номера не съедет. Готовить вам буду прям каждый день. Продукты с меня. Угу. Какого черта вы надели красный галстук? Доброе утро, Павел Аркадьевич. Здравствуйте. Лучше, чем выглядишь. А вы че, загораете? Контролируем покраску фасада. А это что? Перекрасили в красный. Вижу. А нахрен? У нас что? Удачи с Жуганова? Вы же сами сказали. Чего? Быстро возвращайте прежний цвет, пока у людей кровь из глаз не пошла. Лучше, чем Простите, у нас как-то прохладно очень. Вы пульт не видели от кондиционера? Нет. Что? Ой, Фень, да не надо, что там? Ничего-ничего, я мыть не буду. Настя, совсем забыл тебе сказать, Сенька у нас немножечко ел. Сень, спасибо тебе большое, очень было вкусно. Да. Я так вкусно никогда в жизни не ел. Да? Из Сениного я так никогда вкусно не ел. А Наська у нас готовит. Ну, ничего-ничего. Я и научил, будешь жить как в сказке. Ну, это как на следующий раз. Ну да, ну да. Ну, что-то поздновато уже. Банике пора, да? А, я согласен. Что, вставать в такую рань? Да. Как говорится, спать, все, значит спать. Сенья у нас поживет? Немного. Ну, Лешка, выдели мне одеяльце там, подушечку. Пойду пока зубки почищу. Наська, ну, это всего на пару дней. Ну, на неделю. На две край. Со мной сложно было посоветоваться. Я хотел с тобой поговорить. Ты все время работаешь. Вадит. Занято, ребят. Видно, рыба просроченная была бы у меня просить. Синий сволочь, давай быстрее. Да я стараюсь. Делаю, что могу. Делай быстрее. Доброе утро. Кому как. Приболел? Возьми кофе, только купил. О, прости. Нет, спасибо. Ты вчера включила этому нудисту кондисадер, и саба заболела. Прости, я хотел как-нибудь. Может, тебе таблеток дать? Нет, спасибо. У меня свои таблетки. О, доброе утро. Я завтрак приготовил. Спасибо, не надо. Свежие яйца. Из вашего же холодильника. Сень, ты, конечно, извини, но тебе нужно съехать. Так будет лучше для всех. Ты знаешь, Настюш, ты, конечно, извини, но я договаривался с твоим мужчиной. Он решать будет он, а не ты. Извини, Сень. Слушай, вы же с Маринкой еще женаты. Так ты по закону можешь жить в вашей квартире. Да, это я тебе как юрист говорю. Хорошая идея. Спасибо, юрист. Сам разберусь как-нибудь. Ну что, все. Подкаблучник! А мне красный больше нравился. Было в этом что-то такое, знаете, революционное? Идите, идите, идите. А вот видишь, какие у меня гномы. Ни свет, ни заря. Они уже встречают своего хозяина. Ну, идите, идите работать, идите. Стоять! А почему фасад не перекрасили в красный цвет? Павел Аркадьевич, вы же сами сказали вернуть все обратно. София, а не надо меня путать. Вот она думает, если я выпил, я ничего не помню. А я все помню. На планерке я вам сказал, перекрасить фасад в красный цвет. Как его галстук. Только красный. Короче, чтобы к вечеру все перекрасили в красный цвет. Иначе, как говорят на сербском, ящу вам «яя» уцедшин. А вас София уволен. Пойдем, моя хорошая. Забава в молодости. Я в его возрасте уже с Софией Лорен познакомился. Напился до чертиков, привиделась с Софией Лореном. Оказалось, Галина Сергеевна из райкома партии. О, какая эффектная женщина. Очень увлекательная история. Спасибо. Можете идти. Ну и что будем делать? Павел Аркадьевич совершенно неадекватен. По-моему, дядя Боря подал отличную идею. Что-то холодное у вас. Давайте я потепле сделаю, а? Где же пульт? Ах, вот он. Не надо, не надо. Оставьте как есть. Я уже в этом холоде. Я был романом написал. Все, вы свободны. А, вот ты где. Пойдем, будем тебя лечить. Куда? Пойдем. На, пей. Через пару часов будешь как огурчик. Не надо благодарности. Это виски? Виски тут давно уже нет. Это натуральная нестойка. Что здесь? Трава это лечебная. Самое главное, бобровая струя. Бобровая что? Струя. Не секрет, бобра. То есть бобер никому ничего не скажет? Ладно, пей, дядя Боря всех за день на ноги ставит. Зачем пришел? Захотел и пришел. Почему не предупредил? Захотел и не предупредил. Помешал, да? О, здорово, Сей. Пришел забрать кое-что. Вон, ложку. Хорошего вечера. Я тоже поеду. Угу. Спасибо, Марин. А то я со своим ремонтом уже неделю не мылся. Пока. Пока. Отель Леона, Игорь. Здравствуйте. Чем могу помочь? Даша. Даша, успокойся. Сейчас все принесут. Иди. Вот таблетки. Это энергия. Тебе зачем? Ты что, мед собирал? Да. У меня аллергия на твою стройку. Ну, во-первых, не на мою, а на Боброву. А во-вторых, я хотел тебе помочь. Может, ты домой пойдешь? У меня еще один номер остался. Хорошо, хоть на дист ушел. Не увидеть меня такую. Ладно. Зато простуда прошла. Ну, ты сейчас улыбаешься или извлечься? Понял. Вызовите скорую. Я, кажется, заболел. Пришла. Павел Аркадьевич, мы по поводу вашего поручения. Давайте только быстро. У меня немного времени. Я скоро вырубаюсь. У нас конкретное предложение. Дружи. Мы считаем, что нужно сделать Что? Надо сделать. Ты издеваешься, да? София, скажите ему, чтобы он говорил нормально. Павел Аркадьевич Михаил Джакович всего лишь предложил. С вами все в порядке? С вами что-то не так, со мной все в порядке. Нужно выпить горячего чая. Настя. Да. Можно? Павел Аркадьевич, нужно принести Я могу вам предложить Горока такой Косико-то по-пу-ка-ли-ка-да-да. Ну. Палакыч. Косико. Косико-то по-пу-ка-ли-ка-то по-пу-ка-ла. Чего? Ты их тоже не понимаешь, да? Да как тут поймешь, когда... Слава Богу. Когда они рыжака-марушака. Ну, есть яка-рубака. Рубака-нака. Здравствуйте. В девяти девятый проходите, пожалуйста. А что случилось? Виктор Олегович заболел. А там сосед. Из душа выходит. Да ладно. Да. Ты ему втащил? Да, черт. Руки только марать. Здоровый. Очень здоровый. Я бы его просто не осилил. Вот если бы ты так рядом был, просто чисто для уверенности, тогда бы... Давай сходим, что. А пойдем. Даша, это ты? Я. Я, пожалуй, пойду. Не уходи, я тебя умоляю. Поке, вы зачем одеждой поменялись? Павел Аркадьевич, с вами все в порядке? Вы совсем меня за идиоты держите, а? Я что, я один это вижу? Даша, посмотри на них. Ты видишь? Они просто... Что с тобой? Что с лицом? Вы видите, что с лицом? Павел Аркадьевич, с ней все в порядке. А вы что видите? Может быть, вызвать врача? Зови давай соседа своего. Я морду буду бить. Костян, ты рядом? Рядом, рядом. Все нормально. Сюда иди, слышишь? Чего орешь? Его здесь нет. Ни за что ты ему морду собрался бить. Ну что он здесь шастает-то? Ходит туда-сюда, а? Мы еще развестись не успели. Ты уже мужиков будешь. Толку не. Вообще-то у него ремонт. И он пришел сюда помыться. Конечно. То есть ты хочешь сказать, что у вас ничего не было с ним, да? Да, конечно, не было, идиот. Да и с бойцом у тебя тоже ничего не было, да? Он сказал, было. У меня ни с кем ничего не было. Дубина, в отличие от тебя. У меня никогда ни с кем ничего не было. Никогда. Хватит врать. Я тебя никогда не врать. Ты мне всегда врать. Никогда не врать. Молчи и обнимай меня крепче. Молчи и обнимай меня крепче. Молчи и обнимай меня крепче. Просто молчи. Просто молчи. Мой милый день прошел мимо, А мне б упасть в ладони к лету Вот только б сохранить твое имя Внутри больных клеток Все тускло мне, все сном мои мнимы Цветную череду чужих тряпок Мой милый, нет больше силы Ох, вот бы ты меня спрятал Марин Да Ну че, я пойду, наверное, да? Ну иди Ты хотел, чтобы я остался? Да ничего я не хотела, проваливай Не надо только мне указывать, хорошо? Все решу сам Иди отсюда, сам он решит Не надо орать на меня Взяла моду Привет У меня для тебя хорошие новости Вы писатель воспаления легких Ну и че? Ну, в смысле, он в больнице Можешь возвращаться в его номер Ну дай бог ему здоровья Так, голубцы, ленивые Давайте за работу, а Ну что, Егорка, погранич с ним пробил? Нет еще, в процессе Смотри, Егорка, не затягивай процесс Ну да, а то мало ли Найдусь теперь что-нибудь незаконное И твой условный срок В реальной превратиться Сечешь? Удачно все-таки Я тебя вспомнил Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!